Картошку доедать Сергей будешь? Я, а ты сегодня слушался, я тебе вчера сказал, пока ты слушаться не начнешь, я ни пить, ни есть не буду. Сегодня с утра тебе дал задание, ты выполнил, даже не начал. Я не знал сколько заливать. А ты до этого это задание выполнял? Выполнял, не забыл. Надо было с сухой тряпки начинать, а я с мокрой ночи. Ты даже не начал. Мне бросил тряпку в ведро. Послушал меня? Нет. Ну а какой мне теперь есть-то? Я плохой учитель, у меня ученик не слушается меня. Я трудящийся, достоин пропитания. А я тружусь, а результатов-то нету плодов, нету моего учительства. Ты как был непослушный, так и остался непослушный. Зачем мне есть? Нет, я есть не буду. Так ты трудишься, не для меня. А для кого? Ну как? Для своего обеспечения. Я сейчас имею ввиду труд учителя. Я вот тружусь над твоей душой, чтобы ты был послушный и остался у меня жить. И на таких условиях. Ты слушаешься, живешь в тепле, в сытости, в чистоте. Не слушаешься, ты живешь, значит, в холоде, в грязи. Ну, как овечка там, одинокая. Она захотела, она отстала от стада, там волки ходят, могут сажать, но она так выбрала одиночество. Поэтому, судя по твоему непослушанию, я считаю, что ты выбираешь одиночество и быть вот этой вот овечкой, отставшейся от стада. Хочешь, чтобы тебя дьявол пожрал, поглотил. Это опять тебя склоняет от этого одиночества. Но если бы ты возненавидел это одиночество, хотел бы жить в церкви, спасаться с братьями вместе, ты бы слушался бы. А раз ты не слушаешься, направо от вывод, что ты хочешь домой, поэтому я тебе и говорю, хочешь, и езжай, я не могу тебя насильно здесь удерживать. Это, во-первых, нарушение закона, а во-вторых, свобода воли, человек сотворен в свободном выборе. Хочешь, спасайся, хочешь, погибай. Написано, для погибающих слово о Христе и родство есть. Что-то вот я тебя просил, чтобы вот вопреки Слову Божьему сделать. Нет. Ничего такого не было, чтобы... А что ты такое задание давал, которое невозможно было выполнить? Как вот, может быть, ты слышал про Федота Стрельца-Удалова, молодца, Филатов читает. Захотел он его жену, так, надо мужика сгубить, как вот Давид. И давал ему задание, явно невыполнимое там. Что-то вот я тебе такое давал, просил, чтобы явно выполнить невозможно было. Нет. А ты выполнял? Нет. Не выполнял. А почему? Причину? Лень. Лень. А ты спрашивал у Игната Тихонича, как избавиться от лени? А? Ну... Че он тебе сказал? Ничего сказал. Держать тебя в голоде и в узде. Держать тебя в узде и в голоде. Ну, поддержал я тебя. Помогло? Не помогло. Плохой совет дал, Игнат Тихонич. Ну... Ты... Ты как бы... Эти... Слабинку дал мне. То есть, не надо было тебе слабинку давать. Дальше продолжать тебя держать в голоде, пока лень этот, без лени не выйдет. Давить его постом и молитвой. Не должен я тебе был слабину давать. Ошибку я совершил, да? Да я как могу со стороны сказать. Ну, твоя же душа. Никто не знает о человеке, что в человеке. Только Бог знает твое сердце. А я не знаю, о чём ты думаешь. Чё ты замышляешь. Одно знаешь, что слово твоё с делом расходится. Игнат Тихонович обещал послушаться. А на деле... Чё бы, чё бы не попросил, всё с шиворот на выворот сделается. Без непослушания, без лени обуял тебя. И ты не можешь с ним справиться. Да сам ты и не справишься. Надо Бога просить об этом. Чё бы тебе силы дал. Ты вот вчера... Одного тебе оставил. Ты там кастрюлю посисил, клетку там сделал. Всё. Чё-то по хозяйству всё шишлился. А молился... Так некогда было. Некогда было. А Слово Божие читал? Угу. А я тебя заставлял кастрюлю чистить, клетку делать. Просил тебя об этом? То есть вот ты на это время потратил, а на дух... Ну, как бы засиделся, начал капушиться. Засиделся, начал капушиться. Ну, а почему-то вчера за весь день не... Не вспомнил о Боге. Необходимости никакой не было. Там, я не знаю, эту кастрюлю чистить-то. Столько времени на неё тратить. Клетку тоже, ну, гестом он эту убрал её, да и всё... Одним движением скинул, чтобы он не жевал, это покрывало. Нет, тут опять часа два-три потратил на это. Ну, он зубы ломает на клетку. Да как можно зубы на клетку сломать? Он просто её подгрызывает и всё, выйти хочет. Выпустил его, надрал ему задницу, опять он всё, опять он грызет. Всё. Спокойно, ничего нет. Почему при мне он никогда клетку-то не грызет? Ты дерёшь его, как Сидорову козу? Я деру его, как Сидорову козу. И он у меня послушный. Команды выполняет так. Вот. А шо такое Сидорова коза? Кто такой Сидор? Почему так говорят? Ну, козу свою воспитывал, воспитывал таким образом, драл её. Вот. А тебя в детстве родители наказывали? Да. Часто? Ну, так было. А кто чаще наказывал? Отец или мать? Да кому мать не наказывала? Отец. Мать не наказывала? Ну, мать. Ты говоришь, ну, мать. Ну, отец хозяин. Ну, как мать будет в это дело ввешаться? Ну, а если отец, ты говоришь, у тебя алкаш? Ну, я не помню, что бы мать драла. Вот она и выросла. Плоды. А в Писании, как сказано, с детства наказывай, дабы потом, впоследствии, утешаться им. Она бы вот сейчас бы живая была бы и посмотрела, какой плод, фрукт вырос. Ленивый, непослушный, нерадивый, упертый, упорный. И она бы, наверное, пожалела бы. Эх, я. Надо было вот, как Сергей Павлович этого песика воспитывал, дарать, как сидорового коза. Были бы у него зубы целые. А тебя она не дарла, я вижу. Ты зубы, а клетку сгрыз. В какой клетке ты сидел, зубы ты потерял? А, Вась? Ну, зубы потерял, я тебе рассказывал. Сидел в клетке. Сидел в бокал братца. У его зубы болели, какая-то болезнь была. Ну, я и подхватил эту болезнь. То есть, ты с одной кружки с твоим братом попил, и у тебя зубы из этого стали гнить. Ты брата в этом обвиняешь. Ну, он до сих пор вот, вот он болит. А то, что ты яблоки на помойке собрал. Вот больной зуб. Там неизвестно, какой сифилитик их выбросил, а это нормально. А брата нужно ущипнуть и уколоть родного, которого мать твоя родила. А его братца-то мать воспитывала, драла, нет? Да я откуда-то. Ну, вы же вместе росли. Ну, всех так отец воспитывал. Мать ни тебя, ни того не драла, да? Вырос один лодырь, а второй алкаш, да? Табакура-матершинник, так-то понял. Ответи. Вовсе был дурак, да? Да, алкаш, алкаш уже на той свете. Было у отца три сына. У вас двое лиц? На том свете, я говорю. У вас трое? Третий, третий, на том свете. Третий помер уже? Верующий был. Да откуда алкаш, я тебе говорю. А второй? Ну, второй матершинник, алкаш. А третий? Блин, блядун. А третий? Ты последний? Ну, я самый первый. А, ты самый старший? Ну. А помер-то, который второй за тобой родился? Ну. А младший? Ну, на год и сколько, два месяца, что ли, помладше мне. Ну, а младший, ну, шесть лет и больше месяца, кого-то два месяца, по-моему, на полтора месяца, год, шесть, шесть лет и полтора месяца, младше меня. Ну, ладно, чем планируешь заниматься сегодня? Зачем? Я не знаю, как слово хозяина. То есть, ты хочешь заниматься тем, что я тебе скажу? Ну. Ну, а мне что тебе говорить? Что бы я тебе не сказал, ты все сделаешь, шиворот на выворот. Ну, или почти все, поэтому я тебе ничего не говорю. Вчера только ушел на работу, сказал, говорю, Вася, что будешь делать, записывай. Пришла там одна строчка, завтракать начал в девять, закончил в двенадцать. Все, кончилась запись. Выясняется, что Слово Божие не читал, молиться не молился, делал там работу какую-то, никому не нужно, можно сказать. Ну, так ты расписание не дал мне, чем заниматься. Ну, опять я виноват. У тебя все кругом виноваты. Ты из церкви ушел, батюшка виноват. Ну, а ты же говоришь, если овца уйдет, я говорю, а кто виноват? Что надо делать, чтобы пастырь должен ее искать? Пастырь-то должен, а овец... Ну, пастух. Пастух. Ну, пастух, да. Ну, священник, он и есть пастырь. Поп, как переводится? Пастырь овец православных. П.О.П. Аббревиатура. П.О.П. А то, что овечка сама ушла, возлюбила одиночество, вины в этом нет у нее. Ты когда-нибудь скотину пас? П. Да. П. Да. Если теленок отстанет, что ты его делаешь? П. Да. П. Ищешь, а потом найдешь, как ты его в стадо гонишь? П. Чего у тебя в руках? П. Ну, че? Прут. П. Прут. П. Хворостина. П. Хворостина. Ну, и че с тобой делать будем? С овечкой заблудшей. Теленочек ты наш. Есть такая поговорка про теленка, который двух маток сосет. Слышал? П. Че это за поговорка? П. Знаешь? П. Ласковый теленок двух маток сосет. П. Слышал такую? П. Че это за поговорка? П. Че она? О чем она говорит? П. Да не вникал в этом нет. П. Не вникал, но он хитро-мудрый. П. У всех нормальных П. Одна мать, а он и к своей матери, и к чужой еще, и там, и там успевает. П. Ну, и че? Смысл какой? П. Да ты, есть еще подобная поговорка. П. Хочется и рыбку съесть, и в воду не залезть. П. Ну, ты хочешь и в тепле, и в сытости, и жить, и при этом не слушаться. П. Ну, вот такой ты теленок ласковый, хитро-мудрый. П. И одиночество у тебя в башке, хочешь ты быть одиноким. П. Одиночество че это? П. Одиночество – это своеволие. П. Чтоб меня никто не воспитывал, я жил сам по себе. П. Вот. П. Заповеди Божьи не исполнял. П. Так, нет, в церкви так не положено. П. Если назвался христианином, аграда. П. Господь огораживает нас заповедями. П. Не лжесвидетельство, есть такая заповедь, одна из десяти. П. Знаешь такую заповедь? П. А вот. П. Ложь. П. Она ненавистна Богу. П. Участь лжецов в гиене огненной. П. И когда человек говорит одно, обещает, а на деле другое, он кто? П. Ложец. П. Ложец. П. Вот когда обещает один человек, приехал жить, я говорю, буду тебя слушаться. П. А не слушаться. Кто он? П. Ложец. П. Участь лжецов где? П. Где я говорю, не огненный. П. Ты туда хочешь? П. Нет. П. Почему лжешь? П. Я не могу перебороться. П. Почему не можешь? П. Ну, если с детства укоренилось во мне. П. Ты крещение принимал? П. Одиночество. П. Ну, ты креешь. П. Своей волей, своей волей. П. Ты спастись если хочешь, надо своей волей убирать. П. Ты же молишься, да будет воля твоя. П. Почему сердце к этому не прилагаешь? П. Почему в этом покаяния нет? Первое. Покайтесь и докрестится каждый из вас в оставлении грехов Если покаяния в тяге к одиночеству не было, то и ничего не будет У тебя есть еще шанс? Бери греховодник, записывай Любил одиноческую, замкнутую жизнь Был как свечка под диваном И до сих пор это люблю То есть это грех-то, это тебе не ушел Ты так в своей воле, в непослушании живешь Что со мной, что в Бельмесе, одинаково Живешь по своей воле, по своей воле одинокой Поэтому на сегодняшний день разницы совершенно никакой для Бога нет Живешь ты у меня или там Что там ты не слушаешься никого Что у меня никого не слушаешься, никто тебе не указ Ветви не приносящие плода Плоды достойны покаяния Не слушался? Начни слушаться А я с детства такой Здорово живешь Так легко говорить То есть ты на суд Божий пристанешь Тебя Господь спросит Василий, ты вот обещал Жил у Сергея Павловича Обещал его слушаться Сам не слушался Почему ты лгал ему? Че ответишь? Прости Господи Из-за мою слабость И помилуй меня А помилует он тебя? Я думаю, нет Почему? Ну потому что не успел Притча о десяти девах Смотри, что клетка лижет А потом грызть начнет Че-то она ему нравится Эта клетка Грызет и лижет Арчи, фу! Надо ее намазать Перцем красным Почему Вася не помилует Божьей милости Ну Потому что Терпение Влопнуло Стучало, стучало Не открывало Своё сердце Почему Вася Сердце свое Не открываешь В Господу Не впускаешь его По своему языку Снилось Ну а кто тебя таким Закоснилым сделал Тебя Бог Закоснилым сотворил В этом Жизнь мира сего В миру Что я при советской власти Воспитался Ну а есть же Другое воспитание Не советское Христианское Ты в церкви-то уже сколько лет Есть такое понятие еще Как самообразование Самовоспитание Ну я говорю Закоснилым Как-то У тебя книги Игнать Тихонича Есть дома? Есть Ты хоть одну прочитал? Нет А зачем покупал? Ну сначала Стремление было Че Ирдым? Не Ничего Ты уж приюхался Я спиной ощущаю И нюхом Не можешь Ну как будем Из такого состояния Выходить-то Замороженного Закоснелого С тобой Как тебе Помочь Голодом Морить Драть Тебя Или Че Или Я не знаю Или На вольный Хлеба Тебе Отпустить Чтоб Ты как Блудный Сын Опять Там Нахлебался Из Сынового Корыта Потом Ну это у тебя уже было Ты уходил из церкви Ходил по помойкам Чего молчишь Как тебе помочь Ну если бы я знал И делал Если бы знал что И делал бы что Становился на путь истинный Если бы ты знал Путь истинный Ты бы на него Встал Да? Ну если бы знал Как По нему Пойти Арчи А ты не знаешь Ну Одно дело Знать А другое Дело Убери руку А другое Дело Делать А кто В Писании Христос Говорит По делам Жи их Не поступайте Ибо Они говорят Но не делают Ну А Христос Кому Это Говорил Хрисеям К К К И книжникам Он их строго Обличал Законникам Да Он их строго Обличал За то Что они Учили Говорили И не делали Арчи Ух ты Озорник А Сейчас задницу Буду драть Фу Озорник такой А Будь послушным Мальчиком Какой пример Василию подаешь Ладно Он молодой А этот старик Закоснел Да Правильно Говорят Деригает Пока Поперек Лавки Лежит А потом Все Поздно Поздно Тебя Василий Исправлять Наверное Уже Наверное Или попробовать Может быть Будем пробовать Давай объявление Дадим Непослужная Коза Ищет Сидора Есть Такая В Новосибирске Клиника Профессора Пилипенко Называется Порко Терапия Слышала Такой Здесь Недалеко 250 Километра Всего Съездим Полечимся От Лени Помогает Мужиков Дерут Бабы А баб Мужики 90% Исцеления Знаменитая Клиника Вот Недалеко Ну Может быть Ты попадешь В это Число 9 А не в одно Может не поможет Попробовать То наверное Надо Там наверное Молодым Помогает А старикам Вот это наверное Который Вот 10% Закоснел Тому не помогает Тому не помогает Не поедем Да? А че время Тереть Че время Тереть Ну а другой Способ Какой А как Сделать Тебя послушным Вот Этого Бобика Арчика Вот он В клетке Сидит Я его Каждый день Кормлю Два раза В день Вообще Голода Не держу И он Послушно Меня Скажу Фу Он делает Скажу Ко мне Он прибегает Скажу На место Он идет Ему интересно Из клетки Выйти Там Там Замок Лежит Хочет Открыть Такой же Умный Вон Арчи Арчи Фу Он сразу Раз Все Понимает Потому что Если не послушается Че с ним Будет То же Что с Козой Сидорову У Сидора Коза Наверное Была Наверное В цирке Выступала Дрессирована Все команды Знала А ты Не хочешь Такой Метод Использовать Метод Древний Надежный Но Он для Юноши Сказан А раз Юноша Тебя Мать Не драла Отец Алкаша Он Только Злобу Наверное Срывал Так Поздно А я Был На твоем Мет Сказал Сергей Павлович Лучше Поздно Чем Никогда Поехали Сейчас Я пенсию Возьму Бензин Тебе Плачу А вось Поможет В девяти Случаев Помогает Или В аптеку Можешь Попросить Таблетки От Лени Потому что У них Там Есть Какой Таблетки Нету Таблетки Ну а Ты В детстве Ленивый Был А тебя За это Отец Драл За лень Арчи Не помнишь А если бы Не помнишь Закрою Закрою Что-нибудь Давать Ну перетерплю Перетерплю Не давать Здесь Поможет Поможет Это Тебе В твоем Исправлении Как Считаешь Да Я не знаю Не знаешь Так-то Я терпеливаю Перетерплю Ну а потом По новой Начнешь Потом По новой Потом По новой Начнешь Что делать? Насыщаться Насыщаться Или Объедаться Ну Для меня Это Насыщение Ну как Насыщение Ну я вижу Ты Столько Не едят Сколько Ты Нормальные Люди Я не знаю Весил бы Там Понятно Ты Килограмм Под 200 Понятно Там Три Литра Там Это Такой Худющий Как Тебе Влазит То Все Закрою Раз В Сутки Пятался Ну Сейчас Тебе Можно Чаще Питаться Зачем Убьем То Оставлять Так Ладно Благодарим Бога Слава Тебе Боже Наша Слава Тебе Слава Тебе Иисусе Христе Аминь Они Настах Аминь Продолжение следует...